МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Итоги дня в Кирове подводит информационный канал Город. С вами Сергей Игнатьев. Чем запомнился этот четверг, 14 января? Узнаем прямо сейчас. Мусор на засыпку, отходы разделяет по местам и на скидке. Ждать ли перерасчета после генеральной уборки в городе? Разберемся. Сто к одному по делу Быкова вызваны больше сотни свидетелей. Подскользнется ли бывший мэр на откатах? Под прицелом живодера под Кировочепецком Докхантер жестоко расправился с собаками. Это все, что останется. Кировский художник решил оставить следы своей жизни в искусстве. Оригинальную выставку он открыл прямо в своей квартире. Подметут ли тарифы вслед за мусором? Сегодня Кировская природоохранная прокуратура услышала новогоднее пожелание горожан и начала его исполнять, наказывать куприт за мусорное фиаско и требовать своевременного вывоза отходов. На регионального оператора также ополчился и Роспотребнадзор. Управление начало административное расследование после нескольких сотен обращений жителей. Сегодня 14 января. Это адрес Орловская, 4, водопроводная. И вот ситуация сегодня уже такая. Похоже, пейзажи сегодня в разных частях города. Больше всего гневных обращений за последние дни поступило от жителей в районе Лепси юго-запада. Кировчане остаются недовольны работой купритой, засыпает прокуратуру и Роспотребнадзор жалобами. Так, стражи закона направили в суд иск с требованием обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов рекуператорам. Также на повестке актуальный вопрос перерасчета тарифа за вывоз ТКО за январь. Многие считают, что за такую работу платить по полному тарифу, мягко говоря, возмутительно. Эксперты, правда, не обнадеживают по поводу снижения коммунальной оплаты. Наверное, в городе Кирове добиться перерасчета будет крайне трудно, наверное, даже невозможно. Почему я так считаю? Потому что, если бы была, скажем, добрая воля и оператора, и властей, если бы они признали, что мусорный клуб все-таки случился, и услуга была оказана некачественной, они бы могли и в добровольном порядке эту услугу пересчитать и уменьшить плату для жителей. Областной Роспотребнадзор сейчас тоже проверяет куприт. В управлении считают, что региональный оператор, помимо задержек с вывозом отходов, с начала года не предоставляет графики их вывоза. Если все нарушения подтвердятся, то акционерного общества ждут штрафы. Правда, максимальный размер наказания рублем для организации может составить всего лишь 10 тысяч за один эпизод. Впрочем, сейчас горожан больше волнует текущая ситуация, чтобы весь мусор вывезли как можно скорее. Продолжая мусороповод, свалкам перекрывают пути отходов и возвращают городу чистоту. Сегодня министр охраны окружающей среды Алла Убегова рассказала о том, как региональный оператор выполняет свою работу, вывозит ТБО и убирает мусорные завалы. По мнению властей и куприта, свалок практически не осталось. Алексей Иванов об экологичных выводах борьбы с мусором. Региональный оператор Куприт теперь ежедневно отчитывается о результатах вывоза отходов, сколько тонн за сутки было вывезено, из каких адресов, сколько человек из специального транспорта было задействовано. В среднем за сутки вывозится по 400 тонн отходов. Мусорные бригады работают в дневные и ночные смены. Последнюю смену нам погрузчик дали в помощь, завалы разгревать. Вывезли вообще 18 дом специально. Было пару случаев, даже люди убедили, помогали разгревать завалы. Там один-два человека. Но это было пару раз только такое. Пару случаев за все время, сколько я здесь работаю. Возможно, бригады могли бы вывозить больше мусора, если бы не проблемы на маршрутах. До некоторых точек маршрута бывает сложно добраться, мешая шлагбаумы во дворах или припаркованные в узких проездах автомобили. Эти преграды замедляют движение мусоровозов. Тем не менее, как отмечают у власти и сам Куприд, ситуация с вывозом мусора из областного центра стабилизируется. Некорректную базу данных систематизировали и составили новые маршруты. Ну, я думаю, что, наверное, если не до конца этой недели, но, наверное, к концу следующей недели город должен быть практически чистым. Пользуясь случаем, хотела бы принести извинения нашим гражданам, жителям города Кирова за эти неудобства. Но это вынужденная ситуация, она связана с переходным периодом. Поменялся перевозчик. Вот такие, значит, форс-мажорные обстоятельства получились. Но мы делаем все для того, чтобы этот период сократился. Поэтому ждать кировчанам, наверное, осталось немного. Все так же продолжает работать телефон Куприд, где принимает обращение по неубранным контейнерным площадкам. Номер вы видите на экране. Если он будет недоступен из-за обилия звонков, Куприд ждет обращение в своей группе ВКонтакте. Ссылку вы также можете увидеть на экране. Алексей Иванов, информационный канал «Город». Сто к одному по делу бывшего главы города Владимира Выкова проходит по меньшей мере сотни свидетелей. Поскользнется ли экс-чиновник на откатах? А еще узнаем, как Киров пережил температурный рекорд. Что еще обсуждают сегодня в городе? Расскажем далее. Эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Сегодня в суде начинается опрос свидетелей по делу Владимира Выкова. А их на этом процессе придется заслушать немало, около сотни человек. Накануне государственный обвинитель завершил зачитывать обвинения. Напомним, что Владимир Выков обвиняется по четырем статьям. Среди них мошенничество, организация растраты денежных средств, получение взятки. Все в особо крупном размере. Уголовное дело составило 70 томов. В области за прошедшие сутки вывели 236 новых случаев заражения коронавирусом. На стационарном лечении находится 3246 человек. В отделении реанимации 20 пациентов на искусственной вентиляции легких. За сутки, по официальным данным федерального портала, от осложнений на фоне COVID-19 умерли 2 человека. В Кировской области зафиксировали самую низкую температуру воздуха за 4 года. Ночи и утро 14 января стали очень холодными. На сильное похолодание повлиял бывший арктический антициклон, который вышел с районов Харского моря. Самое сильное похолодание зафиксировали в городе Вятские поляны. Температура воздуха там составила минус 38,2 по Цельсию. Это самое низкое значение температуры в регионе с января 2017 года. Информационный канал «Город» держит руку на пульсе событий. Мы продолжаем. Под прицелом живодера под Кирово-Чепецком неизвестный док-хантер жестоко расправился с собакой. Труп животного с ранением головы нашли жители одного из садоводств. Погибший пес, хоть и не имел хозяина, был местным любимцем. Владельцы земельных участков приезжали кормить его даже зимой. Теперь люди боятся за других собак. Случай живодерства здесь уже не первый. Труп обнаружили ее. Ее кто-то перетащил в сторону и закопал снегом. Мои предположения, скорее всего, кто-то заметал свои следы убийства. Пса жители садоводства нашли в минувший вторник. Его тело с пробитой головой лежало среди мисок и контейнеров. Там, где обычно подкармливали бездомных животных. Шокированный ужасно находкой люди вызвали полицию. Через день они выехали на место с оперативной группой, но тела там уже не было. Его обнаружили в 40 метрах, присыпанное снегом. Неизвестный док-хантер, видимо, хотел скрыть следы преступления. Садоводы также сообщают, что убийство животных здесь не первое. В октябре прошлого года в этом районе нашли другую мертвую собаку. И тоже со следами насильственной смерти. Тогда в полицию никто не обращался. За последнее время в регионе наблюдается пугающая закономерность. Будто бы началась охота на бродячих псов. В Кирове уже три собаки попали в капканы. Все они выжили, но каждому понадобилась помощь. Псу по кличке Ред, напомним, и вовсе ампутировали нос. Добавим, за жестокое обращение животным и уголовным кодексом предусмотрено наказание. По этой статье осудили не так давно депутата ЗАГС Собрания Ягдарова. Он получил штраф и лишился мандата. Окно в кладовку – так теперь выглядит современное искусство. Настоящий асфальт в квартире, а еще и инсталляция из окурков сигарет и обоев. В Кирове открылась, пожалуй, самая необычная за последнее время выставка. Ее автор, кировский художник Сергей Бояринцев, решил в прямом смысле оставить следы своей жизни для потомков. Правда, не в залах, музеях, а в своей обычной квартире. Что из этого получилось, расскажет Вероника Морозова. Вот такая инсталляция под названием «Двойной пейзаж из детства» встречает сразу же гостей в прихожей. Два цвета, которыми были выкрашены абсолютно все подъезды кировских домов, знакомы каждому. Лепнина, правда, не из кировского детства. Сергей Бояринцев нашел ее в парадных Санкт-Петербурга. Впечатлили подъезды в Петербурге парадные, как они говорят, лепнина, в которых покрашена таким образом. Это простейший пейзаж, то есть можно это представить, как земля и небо. В обычной двухкомнатной квартире самого обычного пятиэтажного дома можно увидеть и кусок асфальта с окурком, и огромный трехъярусный навес над кроватью, который лучше рассматривать лежа. Сергей Бояринцев считает, что смысл есть абсолютно в каждой мелочи, которая встречается в жизни любого человека. Увидеть, правда, его могут не все. Вот этот проект, он про взаимоотношения человека и места, и логично делать в жилом помещении, в котором я жил. Сам Сергей в этой квартире сейчас не живет. Он работает в Москве, в Кирове, бывает примерно раз в полгода. В этих стенах прошло все его детство, специально для выставки. В их квартире не меняли ничего, вынесли только лишние вещи. Обстановку пытались максимально сохранить. Сейчас это такая уникальная возможность, на самом деле, увидеть этот проект целиком, именно в том месте, в котором он должен быть. И, возможно, в том месте, для которого он, возможно, был бы задуман. Под звуки советского радио бродить по комнатам посетителя можно будет неограниченное количество времени. Инсталляций и объектов здесь очень много. Гостям даже выдадут план квартиры с указанием места каждого экспоната, чтобы ничего не пропустить. Выставка бесплатная. Правда, организаторы просят предварительно записаться. Следы жизни в стенах квартиры можно увидеть до 28 января. Потом они уедут в Москву. Ксения Зиновьева, Вероника Морозова и Дмитрий Бритвин. Информационный канал «Город». Пушистый четверг. Алиса ищет свою страну чудес. Сегодня в нашей рубрике «Пристроим вместе кошка с очень выразительными глазами и спокойным характером». Писатель Льюис Кэрролл точно бы не прошел мимо этой хвостатой героини. Ольга Бакина расскажет, как взять друга из приюта. Жила-была кошечка по имени Алиса. И она жила в стране чудес. Но однажды в один миг все изменилось, и страна чудес исчезла. Сейчас кошечка вновь живет с ожиданием того самого чуда – встретить самого главного волшебника в своей жизни. Алиса очень красивая кошка, очень спокойная, настоящая леди. У киски очень красивые большие глаза. В них всегда отражаются все искорки, каждый огонечек. Из-за этого у нее всегда в глазах как будто бы целая вселенная. Кис очень ласковая, любит спокойно сидеть на своем месте, поэтому она ненавязчива. Алиса пристраивается в квартиру и без самовыгла. Всегда мы настаиваем на том, чтобы кошки не выгуливались сами, потому что это небезопасно, во-первых, для кошки. И, во-вторых, конечно, вы очень расстроитесь, если на прогулке с кошкой что-то случится. Идеальная семья для Алисы – это семья, где уже взрослые дети, либо где нет детей, потому что кошка больше спокойная. Она иногда любит поиграть, но уже не днями напролет. Кошечка, когда попала к нам, она была худенькая. Сейчас, как видите, она уже достаточно такая пухленькая, распушилась, потолстела. Кошечка полностью здоровая, приучена к лотку и когтеточке, кушает сухой корм и полностью готова к жизни в семье. Невероятная красавица Алиса ищет самых заботливых хозяев на свете. Если вы хотите познакомиться с этой девочкой лично, то срочно звоните 416-530. Ольга Байкина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город» и Алиса. Пришло время прощаться. Таким увидели этот четверг, 14 января. Редакция информационного канала «Город. Свои новости» вы можете сообщать по телефону 8-912-827-3302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте «Новости Кирова». И не забывайте подписываться на нас в соцсетях. С вами был Сергей Игнатьев. Всего доброго и увидимся в городе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин